Следующий выступающий поведает нам о большом смысле коротких историй. И встречайтесь в наш следующий лёд, молчание, разбивающий Антон Байков. Евгения, спасибо за вашу историю. И в некотором смысле то, о чем я буду говорить, оно созвучно с тем, что вы нам сегодня рассказали. И, в общем, моя тема называется «Большой смысл коротких историй». Из вашей истории можно есть влечь огромный смысл. Я же хочу рассказать о том, о тех историях, которые случались с нами в детстве, и как маленькие жизненные уроки, какие выводы мне делать потом. Всем нам известен Микен Добракуту, что он был принцем, он жил в окружении, он жил во дворце, он был изолирован на всех бед и не вскот. Но однажды он вышел во внешний мир, он увидел смерть, он увидел страдания, он увидел нищих людей, он затумывался над этим, и на него нашло просветление, он предложил двуму религии. Тема моя, конечно, не предложить вам новую религию, но я хочу поговорить о том, что те события, которые происходят с нами, они также могут быть важны для нашего развития, для нашего роста, как и то, что когда-то случилось с теми, кого мы называем великими учителями человечества. История называется «О необратимости событий в человеческой жизни». Мне было 5 лет. Мы с мамой навестили бабушку. Она жила в Таджикистане. Я помню двухэтажный самолет, на котором мы летели. Помню горячий воздух, когда мы вышли из аэропорта, и необычный запах воздуха в Средней Азии. Помню халаты пестрые, шарабары на женщинах, дыни, фрукты повсюду. И от яркого солнца все казалось мне тогда оранжевым. Но этнографические особенности того края меня мало тогда интересовали. Мне было 25 лет. И для полного счастья мне не хватало дружки. И мама мне ее купила. Это был танк. Он был почти как настоящий, только маленький, сделанный из пластмассы. И я был счастлив. Был счастлив в несколько часов. Все слышали, наверное, про пирамиду Маслову. Я считаю, у детей тоже есть своя маленькая пирамидка. Она меньше. Потому что у детей меньше потребностей. Вот мои потребности будут тогда покушать, поспать, мама рядом. И самая вершинка это игрушка, это танчик. И несколько часов я был на этой вершине. Вдруг неожиданно оттуда свалился. Произошло что-то неожиданное. Я игрался, и я сел на танк. Вот ломалось дуло. И какой танк без дула? Пытался его, пытался его, как я пристроить туда. Но это не получалось. И я помню свое разочарование, свою горечь по этому поводу. И с тех пор прошло много лет, и минуло много событий и радостных, и горестных. Нет уже той страны, в которой мы тогда жили, Советского Союза. Тот город, когда мы ездили к бабушке на границе с Афганистаном, он сейчас практически другой, называется по-другому, живет совершенно другой жизнью. Шли многие люди из жизни. Бабушка ушла. И также было каких-то много личных вещей, например, потеря. Разрыв отношений иногда тоже столь же болезнен, как и от из жизни близких людей, потому что маленькая трещинка, то, что казалось вчера еще чем-то прочным и целостным, неожиданно ломается. И это бывает также горько. Но я считаю, что тот маленький эпизод, он был некой прибивкой для меня, прибивкой к последующим потерям. И я извлек из этого свои уроки. Я считаю, что у каждого из нас есть подобные истории. Истории, из которых мы делаем выводы, на которых мы учимся. Можно сказать, что это случается. И даже в 2002 году известный автор Даниэль Каниман получил Норбинскую премию по политической экономике за то, что доказал, что, или показал, точнее, вместе с другими психологами, что человеку свойственны ошибки восприятия. Мы приписываем смысл и значимость даже иногда случайным событиям. Мы стремимся объединить их в историю. Это называется когнитивными ошибками. Но я выступлю здесь в защиту этих наших человеческих слабостей. Я считаю, что именно стремление придать ему смысл, стремление наделить случайную цепь событий и историй, именно это делает нас людьми. И оглядываясь назад, вспоминая эти маленькие события, которые случались в моем детстве, я считаю, что это были мои маленькие просветления, маленькие мои уроки. И если каждый из нас заглянется, заглянет в себя, то он увидит немало таких же интересных, замечательных голов. Спасибо. Независимо от того, короткая история или большая, их уникальность у нас все равно не повесима.